Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 15 марта, день Федота, отмечает память священно-мученика Феодота, епископа Киренийского. Во время гонений на христиан он открыто исповедовал Христа. Узнав, что его ищут, сам явился на судилище. Был бит без пощады, строгали его тело острыми когтями. Все эти муки он приносил с терпением. Глядя на него, многие уверовали во Христа. Затем он был выпущен из темницы и после двух лет жизни мирно отошел. В народе закрепилось за этим днем название Федота Ветроноса. И все потому, что в этот день бывали большие ветры. Их очень боялись, поскольку с ветром приносило болезни и несчастье. Существовало поверье, что все подземные источники закипали и выливались на землю. Наступала большая оттепель. Если же вместо оттепеля ударял мороз, говорили Федот, да не тот. Федот злой, значит не быть маю с травой. Если на Федота занос, то пойдет скот на снос. Интересный ритуал можно было провести сегодня. Надо было купить герань с красными цветами, не торгуясь с продавцом. Потом поставить ее на подоконник. Этим можно было задобрить домового и подчинить его себе. Приметы. Какова погода сегодня, таков и июль. Если сегодня посеять лук и сельдерей, урожай этих культур будет богатым. Как приобрести книгу? Да заказывайте. Книгу у нас имеется только в электронном виде. В электронном виде, пожалуйста. В печатном виде их нет. И даже если будут в печатном виде, пересылка это дело довольно хлопотное. Там и цена может быть больше стоит, чем сама книга. Ну и прочее, прочее, прочее.